Я пока народ не собрался. Всем привет. Надо окей нажать. Значит, в прошлый раз там спросили, когда я рассказывал про устройство стен, скини, то меня там спросили некоторую деталь. Это в книге «Шмот» в описании. Там есть загадочная вещь о двух балках. Давайте я просто вот сейчас покажу. Выглядит это вот так. Стены созданы перевозные вот из таких балок. Я хочу заметить, что на всех рисунках, которые я видел, эти балки вот такие. Квадратного сечения сверху доноса. Вот теперь про эти балки я хочу заметить одну вещь. В узкой части, ширина этих балок, в узкой части, вот та часть, которая, они друг к другу стояли. Это один локоть. Один локоть – это вот. От локтя до кончиков моих пальцев. Это локоть. В длину они полтора локта. Это вот от кончиков моих пальцев где-то по плечам. Вот так. Я сюда не вылезу. Вот так. Высота у них 10 локтей, то есть 5 метров. Это как, ну скажем, вот от меня до окна, который за мной, 4 метра. Прицели такую балку, да? Задачка по геометрии. Посчитать объем балки и ее вес. Не заставляю вас ничего делать, сразу скажу, одна тонна. Чуть-чуть меньше, 950 килограмм может быть. Одна тонна. Их перевозили. Значит, орудовать балкой весом в одну тонну – это то еще мероприятие. По этому поводу существует две версии этих устройства баллов. Вот это. Вот такая. Значит. Вот такая. Как вот мы там видели. Квадратненькая. Это один вариант. А второй вариант. Это вот такая. Сведенная к… С одной стороны прямая, а с другой идет клином. Выигрываем мы на этом, как нетрудно догадаться, но, во-первых, из одного ствола дерева можно сделать две таких баллы. Во-вторых, она весит полтонны. Килограмм 425. Вот теперь, вот если балки вот такие, как на этом рисунке, то тогда, возвращаясь к устройству самого, самой скинии, если вот эти все балки, они вот здесь идут клином, и вот здесь идут клином, и вот здесь идут клином. Вопрос про угловые балки. Какой они формы? Если они клином вот так, то вот здесь останется выступающее место. Поэтому наиболее вероятно, угловые балки были тоже скошены и шли уже не клином, а прямой пирамидой, прямой, где угол к углу сходящийся. Уже она была скошена как бы с двух сторон. То есть, возвращаясь вот к этой вот форме балки, вот к этой, вот к этой, угловые тогда должны быть скошены еще и вот так. Вот так еще нужно их обрезать. тогда мы понимаем и два боковых, и две балки сделайте ле мукуцаот стесанами. Вот буквально хороший перевод этого слова, и это целая серия комментариев мукуцаот стесан. Потому что они, в отличие от остальных банок, вот не такая прямая пирамида, не такой вот клин. А там пирамида вот такая, где она еще раз вот так должна быть естественно еще один раз. Именно две таких балки для того, чтобы углы были аккуратнее. Ну вот я сразу скажу, там некоторое удовольствие читать кучу всякого народа по поводу того, что они старательно пытаются прикинуть, как 48 балок можно перевозить на четырех телегах. Нетрудно догадаться, 12 балок на телеге, если они тонна каждая, то 12 тонн на телегу это перебор тяжел. Если они стесаны, это на телегу получится соответственно 6 тонн. Я сразу скажу, мне не нравится идей на телегу 6 тонн, дело в том, что я знаком с античными авторами, специально я изучал эту тему. Для строительства использовали телеги 4-5 тонн перевозившие, в них запрягали четверку быков. Шли они со скоростью 3-4 километра в час такие телеги. Их использовали, например, ну я не буду сейчас рассказать, где их использовали, но по пустыне, во-первых, телеги запряжены пары быков, прямо сказано. Но все эти расчеты не стоят внимания на самом деле по одной очень смешной причине. Все, кто это считает, все время забывают, что кроме 48 баллов для мешкана еще вывезли 56 баллов для двора. А их уже на 4 телеги никак не положить, вот никакими ухищрениями вычислительными. А тем самым просто телег было больше. это ответ. А те 4, ну на самом деле 6 телег, которые упомянуты прямо по тексту, это те телеги, которые подарили князья, а не просто 6 телег, которые были даны для перевозки скинни, телег там было больше. Вот и весь ответ. Другого ответа у меня для вас нет, и ни один разумный человек, который вспоминает про балки у двора скинни, не может их не вспомнить. Значит, там кто-то поднимал руку. Я просто не успел нажать. Кто-то что-то хотел сказать, а я значит ну вот это то, чего я просто в прошлый раз обещал рассказать просто на эту тему. Давайте. Значит, теперь вообще храм в пустыне скинни. Выглядело ну вот так. Нет, на этом рисунке не очень хорошо видно. Сейчас я найду другой рисунок у меня. Вы хотите песен их есть у меня, у меня есть другие рисунки еще. Мне нужно сквоз, чтобы мои тарины были. Вот они. Сейчас я другой поставлю. О, вот это. А вы хорошие рисунки. Вот смотрите. Вы сами, да, я сразу хочу, как честный человек, естественно, моих рисунков нет. Рисунки из разных мест. Теперь смотрим. Значит, вот это собственно здание скинни. в нем вот здесь вот в центральной части стоит ковчег, центральная, задняя часть. Вот здесь стоит хлеб, хлеба, минора и стол с воскурением. Теперь двор. Значит, если вот это 10 на 20, вот само здание, 10 на 20 это я в это самое в локтях, то то есть 5 на 10, 5 метров на 10 метров. то двор теоретически 50 на 100, то есть те же пропорции 1 к 2 в метрах естественно 25 на 50 метров. 50 метров вот кому нужны опять опоры какие-то на привычные какие-нибудь вещи, которые он в жизни видел. 25 на 100 метров это стандарт олимпийского бассейна. Вот для тех, кто занимался плаванием или ходил в подобные бассейны, олимпийский бассейн, вот мне обычный городской бассейн в Израиле, где 20-метровый он, по-моему, даже не 25-метровый. Мне спортивный бассейн, 25 метров короткая вода, а олимпийский бассейн, 50 метров. И обычно где-то 50 на 25 он именно вот такой. Значит, вот скини, она вот этих размеров. вот, извините, двор скини, не скини, двор скини, он вот этих размеров, чтобы был ориентир. Я не знаю, может быть, я зря вам такие ориентиры даю, но просто мне всегда казалось, что проще, когда говорят о размерах, чтобы было с чем сравнить. Теперь на чем представлять? Теперь я хочу обратить внимание на следующее. Балки, на которых натягиваются, значит, стены, двора образуют балки, такие же, как те, из которых сделано помещение самой скини, за одним из ключей. Они стоят не вплотную друг к другу, потому что вы догадываетесь, сколько бы их понадобилось, если вплотную строить такую вещь. Они стоят на расстоянии два с половиной метра друг от друга, и на этом рисунке не очень удачно нарисованы, значит, понятно, на капусте такие балки. Их надо установить на поверхность. На этом рисунке они сделаются на двух растяжках, на самом деле не четырех растяжках, вот надо вот так, надо делать четыре растяжки, для каждого с двух сторон. И на них еще дальше провешивая, и на них провешивается замыс. Понятно, да? Этим образуется двор. Теперь, как не трудно догадаться, значит, а главная часть двора, она вот отсюда от завесы скинь и до ворот. Это квадрат 50 на 50, в локтях 25 на 25. в нем находится главная вещь, это вот этот вот жертвенник, он называется медный жертвенник, и он же называется мисбеха, дома, земляной жертвы. О нем сейчас мы и будем. к нему ведет пандус. Сейчас с другой стороны покажу его, и будет лучше видно. Или не покажу. Зависит от того, есть ли у меня рисунок или нет, прямо здесь. Есть рисунок. Вот. И вот здесь вот стоит большой умывальник, из которого священники омывают руки и ноги. Все. Ну, на самом деле довольно очевидно, что там еще стоят столы для разделывания жертв, всевозможные для удобства как это делать, но здесь на этом рисунке всего этого нету. Значит, но это уже не, как бы это сказать, не священные предметы. Окей? Значит, вот это то, с чем мы имеем дело. Вот так это выглядит. Теперь. Нетрудно догадаться, что главной частью этого сооружения, вот этого двора, является жертвенник. Он называется Мизбэх Гаула. У него серия названий Мизбэх Нахошек, Мизбэх Гаула или Мизбэх Адама. Значит, земляной жертвенник, жертвенник всесожжения или медный жертвенник. все это обозначение одного и того же абсолютно. Значит, по его размерам идет, есть спор в Талмуде именно о том, который, какой стоял в скине. Дело в том, что в Торе, когда написано, сказано, что он высотой три локтя. Значит, он пять локтей на пять два с половины метра на два с половиной метра. Значит, вот теперь вид сбоку это называется. Вот такой, вот это два с половиной метра вот так и вот так два с половиной метра во все стороны. И к нему ведет пандус. Главный спор касается, какой он высоты. Этот спор в Талмуде не разрешен, но фокус в том, что все, кто рисует, вот все художники, я видел все рисовальщики, все рисуют его высотой в 10 локтей. Почему? Могу сказать, потому что они повторяют, потому что то мнение, которое говорит, что высотой не 3 локтя, а 5 локтя, а 10 локтей, они хотят сказать, вот это мнение, оно говорит про то, что пропорции 1 к 2, а замечу, храм очень любит вот эту пропорцию 1 к 2, но единственная сама Миша, сам Мишкан 1 к 3, да, пропорция, святая святых, квадрат 10 на 10, и перед ним зала 10 на 20, а двор у нас 10 на 100. Вот эта пропорция 2 к 1, она на самом деле повторяется в золотом жертвеннике, жертвеннике воскорения, который внутри, как честно, внутри, извините, я говорю, со стены. По этому поводу есть мнение, что он вообще-то был 10 локтей. Где он стоял, это еще один спор, довольно существенный. По одному из мнений он стоял, почему его ставят вот на этом изображении, вот так я могу сказать. Причина очень простая. Там есть два мнения, где он стоит. И основное мнение, на самом деле, он стоит ровно посередине вот этого двора. Но, что тогда происходит? Тогда у вас длина пандуса, длина пандуса, которая должна быть не более 25 локтей, и должна вести она на высоту 10 локтей. На самом деле, чем она будет, его длина вот от края до края будет где-то около 20 локтей. Подниматься по пандусу с углом порядка 26-28 градусов, это вещь безумно тяжелая. Поэтому большинство авторов старательно, по тому мнению, которое стоило ближе к краю, они просто передвигают, просто для того, чтобы длинить пандус. Теперь, давайте я теперь покажу. Значит, сам переносной медный жертвенник выглядит вот так. Если он был высотой 10 локтей, если мы сведем этому мнению, значит, медное покрытие, деревянные стены, вот его устройство, я рассказываю, деревянные щиты, медное покрытие, внутрь засыпается земля или камень. Когда уходят, снимают вот это медное покрытие, убирают деревянные щиты, которые там стоят, и, естественно, рассыпают землю и река. Значит, сверху на жертвеннике, я вот не буду рассказывать на этом жертвеннике, как и что здесь устроено, значит, важнейшая часть, которую надо просто видеть на этом жертвеннике, это вот эта красная линия, которая посередине, она такой была. Она на жертвеннике в храме, в первом и втором, была. Да, высота жертвенника 10 локтей всегда традиционна. Она такой была в первом и втором храме высота жертвенника. Размеры при этом его линейные были в втором храме 32 на 32 локтя, 16 на 16 метров, высота 10. Прикинули, да? 16 на 16, высота 10. Локтей 5 метров, 16 метров на 16 метров, высота 5 метров. Значит, вот здесь вот по углам есть то, что на русский переводится словом «роги», не «рога», а «роги», потому что их четыре. Они кубические, шириной пять ладоней, пять ладоней, но не буду сейчас входить, подробно почему. И вот такое устройство, оно всегда, подобное устройство. Что обязательно? На самом деле, вот теперь о жертвеннике. Вот на этом жертвеннике приносится в жертву животное. Посередине жертвы, жертвенника, вот это здесь красным образом обозначено, это костер, на котором сжигают те части жертвы, которые должны быть сейчас сожжены. Значит, рога жертвенника обязательно просто в серии жертвоприношений помазывать кровью жертвенного животного роги жертвенника. При этом учитывайте, что слово «рог» в эврите, особенно в библейском. он вот иногда рисует там всякие острые вещи. Нет. В данном случае, так как его описание рогов жертвенника есть подробное всюду, это куб именно кубический. Но учтите, что слово «рог» в эврите еще означает луч. Ну вот, лицо Моше Коран светилось лучами, да, откуда рога-то изображение Моше, оно идет из-за этой титрицы. В молитве «шмунаэссре эткэрон давид тацмях» это не произрасти рога Давида, а цамах как светить, пусть светятся лучи света Давидова, на самом деле, такое правильное понимание, образ именно такой. Именно это имеется в виду. теперь, я хочу тут заметить следующее. То, что описано вот сейчас, то, что мы здесь описываем, это жертвенник внутри скинг. Требования к нему, вот минимальные требования вообще к жертвеннику, к любому, высота три локтя, три локтя это мне по плечам, когда я стою, и наверху один локоть на один локоть. Например, в качестве жертвенника я годится вот такое сооружение. Вот такое сооружение вполне годится вполне годится вот такое сооружение. и это изображение дозволенное, правда, когда вот таких размеров, оно называется тогда бама, не мизбэ, а хабама, возвышение как на русский переводится, и бама пьохит, вот жертвенник для одного человека, он вот такой, вот это он может быть очень большой, это минимальный, то, что здесь вот вы видите на этом рисунке, это минимальный, меньше не бывает. Теперь, ну, вот это по поводу внешних вещей. Собственно говоря, отсюда надо переходить к содержательной части всей этой истории. Храм, в той части, в какой храм является местом службы человека. вот теперь, я не помню, говорил я это в прошлый раз, но вообще храм соединяет в себе две вещи. Место пребывания шхины и место, где человек служит все выше, причем служит в форме жертвоприношения. жертвы, настолько привыкли к тому, что в Иерусалиме стоит один храм, в нем один жертвенник, и только на нем приносят жертвы, просто потому, что во времена второго храма никакой другой формы нет и не могло быть. Именно так все это и выглядит. Такова была практика, никакой мысли о том, что жертвы можно приносить где-то вне Иерусалима, вне Иерусалимского храма, точнее, просто ни у кого нет. Фокус вот в чем. Эта тема называется Исурбамо запрещение возвышенности и она обсуждается в Мишне в трактате «Звахи» в конце, где сказано буквально следующее. Пока скиния не была учреждена, были разрешены возвышения. возвышения бомот вот те, которые я сейчас показал, образец, он может быть очень большой, и службу вели первенцы. Как только была учреждена скиния, возвышения стали запрещены и службу вели потомки ароны. Откуда берется все это? Как это ни странно, все это довольно просто. Значит, то, что это так, это легко доказать. Я не буду там рассказывать о жертвенях, которые построили праотцы, Авраам, Ицхак и Яков. А вот когда уже мы говорим про народ Израиля, введение у куста, то, что по-русски называется неопалимая купина, у ежевики, у куста, и когда выведут, и будет, когда ты выведешь этот народ из Египта, говоришь из Египта, то будут служить Богу на этой горе, вот на той горе, где Моше встретился с Всевышним. И каждый раз, когда Моше говорит, что он хочет выйти из Египта, он говорит, что народ придет и принесет жертвы Всевышним. Где? На горе, о которой идет речь. И после, значит, и два еще события, один жертвенник, который Моше строил после войны с Амалеком, и еще один жертвенник после дарования Тары на горе Синай, и встал Моше утром и построил жертвенник, и послал юноши Израиля, и принесли они жертвы Всесожжения и мирные жертвы, и быков в мирные жертвы Всевышнего. Вот вам классический вариант службы на Бомод. Угора Синай, Мишкана еще нет, значит, тем не менее, Бомод уже есть. Вот эта история с Бомод, с личными жертвами, она будет продолжена и будет актуальной весь период Первого Храма. Причем, как я говорю, весь период Первого Храма? Более широко. Весь период от времен Ягашуа до разрушения Первого Храма. Весь этот период тема Бомод, тема жертвенника, была всем очевидна. Теперь, что произошло после того, как появился Мишкан? Мишкан в трактате за Вахим, с которой мы начали, говорит, что во времена Мишкана с жертвой бомод, приношение жертв на частных жертвенников было запрещено. Я сразу оговорюсь, для Мишны очевидно, и всем, кто читал Танах, не менее очевидно должно быть, что на бомод приносились жертвы только жертвы Ола, жертвы по обетам. Давайте так скажем. помню. Те жертвы, которые Хова, которые Тара предписывает приносить, эти жертвы приносить на частных жертвенников, а бома это частый жертвенник, точнее так, есть бома Гдула, общественный, большой общественный жертвенник, и есть бома Ктана, малый, частный жертвенник. На них можно приносить только частные жертвы. Что значит частные жертвы? В храмовых понятиях это жертвы типа «туда», типа жертвы «благодарности», чаще всего «надарим» и «надава». Жертвы «дава» и «приносимые по обетам» или жертвы, которые человек доброходно хочет принести. И вот как это ни странно, вот теперь мы попадаем в ситуацию, которую нам понять трудно, точнее не понять, понять нам не трудно, мы люди с фантазией. Нам трудно понять чувства людей, которые так поступают. Но жертвоприношение, служба всевышлевых через жертвоприношение была столь существенной, что практически запретить тотально малые частные жертвы, было невозможно. Точнее, это делалось многократно. И весь период. Но еще раз, период первого храма, вообще по уму надо называть период от правления царя Соломона до разрушения первого храма. На практике так называют весь период от завоевания страны Ягодшуа до разрушения первого храма. Но весь период, поэтому я буду пользоваться стандартной терминологией, весь период первого храма, или там период судеб и первого храма, либо такая терминология. Это была одна из тем, которая неоднократно подымалась и опускалась, и исчезла. Вот смотрите, Тара, когда говорит о... Вот давайте я... Я не знаю, нужно ли это. Вот теперь у меня тут вопрос. Останавливаться на службе Бомот, потому что мне она кажется довольно важной, все эти приключения с Бомот и с жертвоприношением. Или пропустить эту тему и перейти сразу к храму. Вот это вы уж как-нибудь себе решите. Нет, ни в коем случае. Очень много вопросов. Итак, я напоминаю. Книговая икра, глава 17. Мне поднять вам текст или вы на слух будете воспринимать? Можем поднять, можем на слух. Значит, в главе 17 книговая икра о том, Следует довольно важный отрыв, который, как это ни странно, очень много позволяет понять о вот этой службе на жертвенниках, на частных жертвенниках. Я слово «бома» не буду пользоваться, буду говорить термин «частные жертвенники». Значит, всякий из Дома Израиля, кто зарежет быка или овцу, или козу в стане, или кто зарежет ее вне лагеря, а ко входу шатра, то есть скини, мне приведет для приношения в жертву Всевышнему перед лошебных мешками, перед скинию, то это будет засчитанно ему кровопролитие. Кровь пролил он, и будет отсечена душа. Я ненавижу вот этот перевод, но я просто его не исправляю, потому что это не мой перевод, это перевод Дагиди Иосифона. Слово «истребиться» мне очень не нравится в этом контексте, правильно, «оттечена». «Оттечена» будет душа того человека от народа, не «истребиться». «Истребиться» – это неправильно. «Оттечена» будет душа того человека. Дальше. Почему? Откуда этот запрет? Чтобы приносили сыны Израиля жертвы свои, которые они режут в поле и приносили к шатру соборному, к священнику и резали в жертвы мирные. И дальше идет описание о том, как они приносятся. Второй аргумент, который здесь приводится, это первое. Второе. Чтобы не приносили больше жертв своих, демонам, козлам, это боги на самом деле, это демоны, боги-дивы, за которыми они блудно ходят. И далее добавляется еще одна вещь. И еще, если кто-то совершит жертву всесожжение или любую жертву, а не сделает это у шатра, то опять отсечена будет душа этого человека от народа. Здесь две заповеди. Далее я иду по основным линиям комментариев. Здесь две заповеди. Первая заповедь на самом деле делает очень любопытный момент. Она на самом деле просто запрещает то, что называется в пустыне, запрещает то, что называется в Галахе басартава. басартава это то, что мы сегодня называем будничное, есть мясо будничное. Пока наши предки были в пустыне, я подчеркну это основное умение, которое я сейчас привожу, их два. пока наши предки были в пустыне, никто не имел права есть мясо домашнего скота, кроме как оформляя его в бит жертвы шламин, в бит мирной жертвы. Это первая часть. К этому добавлено следующее. Вторая часть заповедника, вторая заповедника. Тот, кто хочет принести жертву и не совершил эту жертву ола или шламин, то есть жертва доброходная или по обету, и совершил ее не возле храма, то есть на частном, а совершил на частном жертвовнике, совершил преступление. Еще раз. Две заповеди. В пустыне запрещены будничное мясо, любое еду, мясо надо оформлять в вид домашнего скатоистости. Надо оформлять в вид жертвоприношения, жертвы шламин, и запрещены то, что называется зефхэхлокс, жертвоприношение внехтого. при этом оба этих запрета. Я не услышала это второе слово, и какое второе? Карбонот Хуц иногда называется, жертвоприношение вне храма. Значит, во времена второго храма действовал тотальный запрет, и он всеми исполнялся, вот что принципиально, вот почему я подчеркиваю, в первом храме это тоже было, но во втором храме тотальный запрет приносить жертвы вне храма соблюдался всеми. Время частных жертвенников не было, частных жертвенников не было от слова вообще. Об этом никто даже, как бы никому в голову это не приходило даже. Но это период второго храма. А вот в период первого храма мы видим, что Тара прямо говорит, что люди хотят иметь право в пустыне. Речь идет, книговая икра говорит о том, что происходит в пустыне. Что во времена храма они желают приносить жертвы вне храма они хотят иметь частные жертвы. Вторая вещь, тут же прицепленная, жертвы приносят чертям. При этом жертвы приносят чертям ядови не сепон исправил демоном. На самом деле сейрим это ну скорее всего демоны, да. Но также обозначаются некоторые боги вообще-то у окрестных народов. собственно запрет требования присыпать особенно в пустыне кровь прикрывать песком или чем-то подобным связано именно с этим. Это пролитая кровь, когда режут животное, дикое животное или птицу, его следует засыпать эту кровь ровно потому, что во времена, о которых мы говорим, особенно в пустыне, это здесь есть, эту кровь регулярно посвящали демонам. Это вот такая ситуация, она была, это надо просто понимать, что она была. Итак, это то, что происходило в пустыне. Отсюда отсюда то, что говорится в Мишне. Пока не вошли в, когда была учреждена скинья, значит, был, действовал запрет возвышения. Замечу, вот только что перед этим, вот перед самыми, вот перед самой этой книгой, Мошея спокойно свердил жертвник, когда еще никакой скини не было, у горы Синай и принес на ней жертву. Это можно. только после скини, вот прямой текст книгевой икра, который запрещен. Далее, когда, далее Мишна продолжает, когда пришли в Гильгаль, частные жертвенники стали разрешены. Гильгаль это самый вход в Исраиль, это же не пустыня. Правильно. А вот теперь, обратите внимание, Бомот стали разрешены. То есть при Мишкане, когда Израиль жил компактно в пустыне, они были запрещены. Как только перешли Иордан, они стали разрешены. Заметь, почему Гильгаль сказано, Гильгаль сказано. В Гильгане стоит Мишкан. Вот интересный момент. Мишкан стоит в Гильгале. Тем не менее, частные жертвенники становятся разрешенными. Откуда это берется, ну, нетрудно догадаться. значит, это уже книга дворим, где говорится по поводу того, что как только вы прекратите жить компактно и каждый разойдется по своим территориям, то вы не сможете каждой попытку съесть мясо оформить, но вы не можете, если вы живете, скажем, в Дании, да, это метули. каждый раз, когда вы решили поесть мясо ехать в Иерусалим, это перебор. Именно поэтому с этого момента прекратил действовать запрет Басар-Тава. он действовал в пустыне, мы уже сказали, в книге во экране описано, что любое будничное поедание мяса следует оформить джеклоприношение, но это только в пустыне. Как только вошли в землю Израиля, этот запрет сразу снимается, этот запрет снимается прямым текстом книги дворей и становится разрешенным и становится разрешенным Иерусалимом. Опять, по какой причине, вот теперь просто внимательно следите, Золубик, по какой причине человек не может каждый раз, когда у него он испытывает религиозное чувство, отправляться в храм, чтобы совершить там жертвы. Поэтому народ хочет частные жертвы. И это принципиальный момент по поводу разрешения частных жертв. дальше. Две секунды, две секунды. Частные жертвы, то, что вы говорите, это мясо, которое поедалось для усложнения Это не частные жертвы, это жертва шламин. Еще раз, есть две темы, которые не надо путать. Есть басарта ава. Это мясо, которое человек ест просто потому, что ему хочется есть мясо. Он не оформляет это ни в какой вид, он не считает это жертвоприношением, он вообще никакой святости в этом деле особо не видит. Ну, если он не хасид, который нацуцу извлекает, естественно. Мы не об этом случае говорим. Но формально человек, который ест мясо, не совершает религиозного действия. Ну, формально. Мы не говорим про хасидские всякие дела. Тогда почему мы называем это жертва? Жертва это то, да, а муточку. называемый, я повторяю, иврит. Басарта ава это желанное мясо. Но даже не жертва. Это не жертва. Но в пустыне это было запрещено. Есть мясо просто так. Любой, когда человек собирался есть мясо домашних животных, я подчеркиваю это каждый раз, он был обязан оформить этот вид жертвоприношения. Он обязан был есть только жертву шламин. Человек не мог есть мясо, не совершив жертвы шламин. А жертва туда чем отличается от сламин? Жертва туда это протокол некоторой жертвы. Вот я пока рано входить. Дело в том, что название жертвоприношения это не столько смысл жертвоприношения, сколько некоторый протокол, по которому следует приносить жертвы. Например, жертва хатат, которая традиционно регулярно понимает за грех, это неправильно, это жертва очищения. Но это описание некоторого протокола приношения жертвы, какое животное надо приносить, как, где кропить. Ну, конечно, для очищения храма, для очищения каэнов. Да, но жертва хатат регулярно приносится при всевозможных очищениях. Никогда кто-то хочет грех невольный исправить, но оно а когда нужно при очищениях регулярно приносить это жертва. Поэтому жертва, то да, это отдельный способ приношения жертв, который характерен, например, очень мощным жертвовым сопровождением Минха, то есть хлебным приношением, полнительным, крайне мощным. Вот в отличие, скажем, от обычной жертвы хатат, где есть хлебное приношение, но и при жертве шламим есть хлебное приношение, но в жертве туда хлебное приношение совершенно грандиозных размеров, там 40 хлебов, из которых, кстати, единственный случай, когда приносится жертва хамец вообще-то еще. Минха хамец единственный случай, когда приносится жертву минха, а в хлебную жертву приносится хамец. Ну, единственный, еще два таких случая. Потому что никакого хамеца и ничего дрожжевого не приноси на жертву. это отдельная запад есть всего два случая, когда жертвой минха является хамец. Это жертва туда. А вот жертва на Два и жертва доброходная жертва и жертва Недар по обету разница известна. жертва по обету это когда человек по образцу нашего братца Якова говорит, что ежели я вернусь из путешествия благополучно, то я принесу жертву. Это жертва по обету. Ну, самый распространенный вариант жертва по обету. История Евтахова образцовая в этом отношении жертвы. Жертва по обету. При этом, кстати, образец, жертвы Ептаха приносил, он хотел, собирался приносить ее на малом жертвеннике, на домашнем жертвеннике, а не где-то там этого по поводу частных жертв. Так вот, в пустыне не было басар-тава. В книге Дворим в двенадцатой главе, если вам интересно, книги Дворим в двенадцатой главе. Так вот, когда расширю твои пределы, это идет речь от Ава? Когда придете, расширю пределы. Вот, 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 двенадцатая глава, давайте, я вам покажу это все. Я вижу выходите тексты. Только на месте, обратите внимание на комбинацию. теперь вот изымаются законы книги Ваекра. То есть, законы книги Ваекра, которые запрещают есть басар-тава, мясо по желанию, а обязательно требуют оформить ее как жертву. Шламим это книговая Икра. Ишхутайхуц и запрещают резать жертвы снаружи. Не приносите все сожжения в каждом месте, которое увидишь, а только в месте, которое сберет Хошеб в одной из колен твоих, там совершаешь жертвоприношение. Вот теперь сколько угодно душе твоей можешь резать и есть мясо во всех вратах своих. То есть, не у врат скини, как это было в книге Ваекра, а где хотите. Чистый и не чистый, обратите внимание на вот это уточнение, оно очень важно. Чистый и не чистый могут есть это как газель и как олень. Почему как газель и как олень? Потому что даже в пустыне тот, кто желал есть мясо газели или олень, а что бы там не скрывалось от диких животных, не от домашних животных, не от домашних животных, их не оформляют ведь жертвы, их там можно было и в пустыне такое мясо есть. Нельзя было домашний скот оформлять просто есть потому что приспичен. Мясо поем ка я мясо. Теперь как только мы вошли в землю, то сказано вот чисто и не чисто это означает это не жертвоприношение. Жертвоприношение может совершить только чистый человек. Как только вошли в землю, с этого момента та тут же упала и запрет тут же падает запрет это сам. Но при этом на самом деле речь идет о ситуации вместо которой изберет Гошем. То есть только когда появится храм. Вот здесь уже есть запрет. Следует приносить жертвы только в храме когда есть храм вместо которое изберется выше. Вот пока такого места нет разрешены домов. При этом на самом деле все сложнее еще оказывается. Значит по по этому поводу мишна мишна та самая которая мы не секунду но у них храма до храма они же были со скинии значит там где была скиния они приносили эти жертвы. нет потому что правило выглядит так что храм это место которое изберет Хашем Канахала как место Каменуха Канахала вместо покоя и вместо когда все будет. Пока в Гальдале стоит нету Нахала еще земля не поделена народ еще не расселился поэтому никаких требов никаких запретов в принципе нет и не может быть и Бома разрешена сходу значит и вот теперь с точки зрения нашей Мишны только когда храм был построен в шило ну я уже описывал храм в шило стены каменные крыши шкуры значит частные жертвенники стали запрещены вот я зачетую Мишну и это покой Менуха значит ибо не пришли вы еще вместо Менуха и нахала вот поэтому пока нет Менуха и нахала пока нет покоя и на дело Бомот разрешен утверждается что как только храм был поставлен шило скине но теперь уже в форме храма с этого момента Бомот становится частной жертвенникой запрещенной это теория по крайней мере это теория Мишны на практике когда мы читаем книгу Шалтин то мы и даже книгу Шмуэля а уж тем более когда мы читаем книги царств мы обнаруживаем что частные жертвенники активно пользуются значит по этому поводу добавляются когда пришли вновь и гивон частные жертвенники опять стали разрешены нофь и гивон это упоминание двух мест больших жертвенников общественных жертвенников после разрушения храма в шило значит храм в шило простоял 300 69 лет легко запомнил и плештим его разрушили но если кому-то интересно в книге Шмуэля это упоминается и книги значит и эти большие возложения которые здесь упоминаются нофь и гивон это больше пятидесят где-то шестьдесят лет пока там стояли вот это эти сооружения частные жертвенники были разрешены когда пришли в Иерусалим то есть когда царь Соломон построил Иерусалимский храм а это не семьдесят лет это больше потому что царь Соломон еще царь Давид построил большой жертвенник обратите внимание не изменив большой жертвенник в гивоне оставил он поставил большой жертвенник в Иерусалим он принес туда ковчег все это в Иерусалиме уже находится но легко доказать что жертвенники частные жертвенники еще были в стране все это время и только после того как Соломон построил храм в Иерусалиме исполнилось опять условия книги дворин ламнухал нахала и по идее с этого момента я сомнен Значит, они есть. Чтобы было понятно, насколько это корректно, та же Мишна, при том, что она считает, что после построения храма в Иерусалиме частные жертвенники стали запрещены повсюду и больше разрешений не вернется. Например, частные жертвы, посвященные Мишкану, приносят жертву только в Мишкань. Но если принес на бома, на малом жертвеннике, невинно. Значит, Раби Игуда говорит, что на частном жертвеннике не приносят хлебных жертв вообще. На частном жертвеннике, на малом частном жертвеннике нет требования, чтобы службу ввел потомок Аарона. Нет требования, чтобы службу ввели в священных одеяниях, как положено Коэльном. Нет требования к наличию священных сосудов. Нет требования разделения по кровям. Это в некоторых случаях жертву принесут с верхней части жертвенника, при нижнем там нет этого. Нет требования омывать руки и ноги. То есть у нас вся голоха требований к малым частным жертвенникам, она вот там. Она у нас проведена. И тут есть очень важная вещь. Я не буду рассказывать подробно вам всю эту историю. Но история борьбы за частные жертвы и борьбы с частными жертвами – это вся история израильского царства и еврейского царства. Вся эта история, она там сводилась к тому, что народ упорно сопротивлялся запрету частных жертв. При том, что самое тяжелое состоит в том, что жертвенники частные, они очень похожи на жертвенники идолов. Это безумно похожая вещь. По этому поводу, если вы читаете, например, читали такого человека, как Ихискель Койфман, который очень старательно доказал, что вся эта теория XIX века, о эволюционная теория, как постепенно от многобожие перешли к единобожию, она в библейском тексте ни в одном, по всем книгам Танаха не находят подтверждения от слова «вообще». Потому что главная проблема, которая была, выглядит все ровно по-другому. Эта проблема, она в науке называется словом синкретизм, не кретинизм, не путайте, синкретизм, есть специальное слово. Когда люди приносят жертвы Всевышнему и еще кому-нибудь. И главная проблема состоит в том, что отличить, например, жертвенник, который построен по имя Всевышнего, и вся проблема, которая есть в нем, в том, что там ведет службу человек вне храма. А замечу еще раз, жертву на бомот, не нужен коэн, не нужен священное деяние, не нужны возлияния на самом деле даже, не нужны хлебные жертвы, она упрощена. И она, главное, достоинство, мы такие же, как все. Я не понимаю, почему тогда пророки и прочее предупреждали, что эти жертвоприношения, всегда в них был какой-то такой элемент, что он граничил с тем, что ты не Гошему приносил жертву, а идолам. Абсолютно верно. Но я хочу обратить внимание на следующее. Обращать внимание все. И это идет с легкой руки Кольфмана. Он умница и молодец. Который обращает внимание на то, что есть у комментаторов еврейских, но в научной литературе это такое прям. Обратите внимание, что когда перечисляются преступления царей, Израиля или Иудея, то рефрентом «и только частные жертвенники не убрал он, и народ приносил возвышение и воскурение на частных жертвенников». Единственный период, когда этого не было, это времена двух праведных царей, Хискияху и Йошаяху, которые пытались как раз вот эти частные жертвенники искренить. Но что у всех пророков? Никто из них ни разу, ни разу не сказал, что на этих жертвенников совершали Абудазара. То есть пророки считают, что запрет книги дворей приносить жертвы, когда есть храм. Вне него пророки считают это очевидным. Народ считает не менее очевидным, что его религиозные потребности должны быть удовлетворены. И его религиозные потребности удовлетворяются на малых жертвенников. Более того, обратите внимание на текст Мишны. Мишна в трактате Звахим. Она древняя. Она древнее Гудыга носит. Это не 220-й год. Про Мишну в трактате Звахим некоторые отрывки можно доказать, что это просто переписано с храмовых рукописей каких-то. Так вот, они четко говорят, что те жертвы, которые принес на домашнем жертвеннике, хотя должен принести преступление, кроме приношения храма, не совершили. Нет за это преступления. И обратите внимание, значит, теперь в том же трактате утверждается, что тот, кто принес жертву вне храма, как будто принес жертву идолу. Но на самом деле, действительно, у нас есть тяжелая проблема, которую комментаторы и исследователи не могут договориться, и я не могу договориться, у меня синкретизм, плюрализм мнений в одной голове. Есть мнение, например, у Нацива, по-моему, который утверждает, что частные жертвенники помогают, построенные Всевышнему, помогают народу не идти к идолопоклонству, потому что идолопоклонник может обратиться к своему Богу напрямую и совершить жертву на частном жертве. А я, несчастный, думает праведный еврей, не могу. Мне для этого нужно из метулы идти, не ехать на комфортабельном автобусе, а идти в Иерусалим. Сколько там от метулы до Иерусалима? 350 километров? 400? 40 километров в день? 10 дней? В один конец? Я правильно понимаю, да? Это 10 дней, это я еще щедрый. Я еще добрый. На самом деле больше. Ну, я же на Песах Хадигу принесли. Какие 10 дней? А сколько дней вы собираетесь пешком идти из метулы в Иерусалим? Не знаю, но я должна в Песах принести, что я во второй Песах принесу. А какая вам разница, второй Песах принесли тоже в Иерусалиме? Какая разница, когда вы совершите путешествие из Элата в Иерусалим? Пешие, пешие. Повторяю, какое еще? Ну, нужно же явиться в храм, не с пустыми руками явиться. Не сказано, что явиться, когда ходят. Слушайте, вы читайте трактат Песахим, который говорит, что человек обязан явиться, принести Песах, только если он живет вблизи от Иерусалима. Мне вам как открыть трактат Песахим и найти вам соответствующий закон? Человек, который живет далеко от Иерусалима, не обязан туда приходить. А явиться в Регалим, в храм? То же самое. Не обязан? Он обязан явиться в Иерусалим в одном случае. Если у него есть жертвы по обету, то теоретически, когда вы говорите, что жертвы можно приносить только в храме, да, то он обязан явиться в течение трех, ну, трех или пяти, в зависимости от мнения, в течение года. Давайте грубо говоря. Вот там есть спор календарного года или года от даты даты. Я не буду входить в детали. В течение года, грубо говоря, предупрежая, грубо говоря, в течение года он обязан исполнить этот обет. Но на практике, значит, все жители Вавилонии и все жители Египта, например, еврейской общины, времен храма, я говорю о временах храма, считали своим долгом хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Иерусалиме. Хотя бы раз в жизни. Например, есть свидетельство и описание такого паломничества этого самого Филона Александрийского. Он же этот самый Едидьёж... Едидьёж... Филон жид, он же Едидья Александроне. У него... Филон – это еврейское имя Едидья. Значит, его описание, как он совершает путешествия из Александрии в Иерусалим, в Иерусалимский храм, он счастлив, он принёс жертву, как положено. Огромный спор со времён... Опять в Мишне. Огромный спор. Можно ли принести жертву за очи? Можно ли мне, живя в Вавилонии, отправить жертву в Иерусалим, чтобы её там за меня принесли. Основное мнение, кстати, нельзя. Это огромный тяжёлый спор. Вы обратите внимание. Пока власти прочно не взялись за народ. И во времена Йошаяху и Хаскияху не искоренили Бомот, частные жертвенники, что было встречено грандиозным скандалом. Вы просто... Гести, я могу вам показать просто отрывки. Это был грандиозный скандал. Это было тяжёлое покушение. Народ воспринимал это как тяжёлое покушение на их религиозную жизнь. До этого практически всё время на Бомот служба продолжалась. Просто потому, что... Это религиозная жизнь. Другой разговор, что это настолько близко к вода Зара. Это настолько похоже на то, что делают окрестные народы. Что рядом там лежит просто натуральное идолопоконство, которое совершенно очевидно. И здесь есть тончайшее замечание, которое я считаю очень важное. Это Раф Йошаяху Берлин, когда он пишет. Народ Израиля, Хамон, толпа, простой народ Израиля, настолько жарко хотел... совершать жертвоприношение. Потому что они считали, и они знали, что это помогает жизни. Но настолько трудно народу, чтобы каждое частное лицо могло прийти в Шима или в Ярусалим, что даже когда Бомот были запрещены, они все равно их пытались приносить, и если не получалось, начинали приносить чужим богам. по этому поводу цари регулярно просто закрывали глаза на нарушение запрета Бомо. Просто потому, что деться некуда. просто потому, что народ не понимает этот запрет. Насколько это близко, я могу сказать. Есть известный мидраж, который я-то, в общем, считаю, что одним из самых образцовых мидражей, какие только бывают. О том, насколько жертвоприношение связано с водозарой, просто они примыкают друг к другу, это наши благословенные прометимудрецы. Я не знаю, стоит ли зачитывать столь трогательный текст, но, с вашего позволения, и взвопили они Хашему великим голосом. Это то, что в Нахаме написано. Что же сказали? Вай-вай это стремление к идолопоклонству, которое уничтожило первый храм и убило праведников, и заставило изгнать Израиль из их страны. Оно все еще среди нас. Что мы можем сделать? Неужели ты их дал только для того, чтобы мы, борясь с нашей тягой к этому поклонству, получили награду? Если ради этого мы готовы обойтись без этого соблазна и без награды за него. И упал к ним записка с небес, на которой было написано Эвет. Правда. То есть, с небес согласились с этой просьбой. Три дня они пребывали в посте, и три ночи, и их просьбу выполнили. И вылетело нечто вроде львенка огненного и святая святых, и сказал им пророк, который в Израиле, это стремление к язычеству. Откуда вылетело? Откуда вылетело? Из святая святых. Из святая святых. Надо сказать, что в подобном Медраше вместе с исчезновением во втором храме, Игнахемия – это начало второго храма, вместе с исчезновением тяги Кавадазара исчезло пророчество. Но связь жертвоприношения и тяга Кавадазара – она очевидна. Куча народу. Опять. То ли оно призвано спасти от попытки служить чужим богам, я могу своему служить так же, что, конечно, тоже не фонтан, либо, наоборот, оно приравнивает службу богу Израиля службу другим богам и возникает тяга к этого поклонцу. И то, и другое верно. Вот почему я говорю, что у меня плюрализм в одной голове. И то, и другое верно. Но еще раз практически весь период первого храма и я прям по текстам могу доказать. Бамот делали. Например, история с Евтахом. Это храм в Шила, чтобы было понятно, где он приносит жертву, хочет, собирается принести жертву на домашнем жертву, но домашней в смысле. Это история с рождением Чимшона. Это история с Гидеоном. И еще я могу просто по местам назвать места, где стояли эти жертвенники. Они упоминаются. Более того, например, знаменитый большой жертвенник в Дании, где у них аж Левит был священником. Левит, это, кстати, сын, внук Мошера Бейну начал эту линию. Он не Коэн. Это не род Аарона. Это род Моше. Но Моше не Коэн. Он Левит. Так вот, род Левитов, которые служат на жертвеннике в Дании для целого колена. Это такой жертвенник колена. Все это существует. Вот чему я все это рассказываю, так длинно и так подробно. То, что всем комментаторам и исследователям очевидно. Тяга совершает жертвоприношение. Она огромна. То, что цари, царь Соломон и царь Давид, царь Соломон в основном, во времена единого царства пытались сосредоточить все в Иерусалиме. И чем храм, кстати, Иерусалимский отличал от всех на свете идольских храмов? Длинный разговор так. И как только царство раскалывается, Ервам Бен-Вад тут же ставят два храма, один в Бейт-Эле, один в Дане. Богу Израиля никто не спорит. Все согласны. Храм Богу Израиля. Нарушений куча по сравнению с тем, что написано в Торе. Но Богу Израиля. Но при этом вы читаете и вы вдруг обнаруживаете, что он отменяет коинскую службу потомков Аарона в своих храмах Герман назначает сам коинов там и сам становится главным коином. Тоже легко доказать, что он является главным священником. Но при этом он назначает не левитов священниками на Бамот. Вот это произошло что-то новенькое. Потому что до тех пор Бамот это частное мероприятие. Я подозреваю, что как правило жертву на этих Бамот приносил глава рода или кто-то по его уполномочению. Там коины не требуются. Юрван Бенват назначил своих коинов туда. То есть это некоторая любопытная попытка государства захватить совершенно частное мероприятие. Там вообще очень любопытная вся эта история с Юрваном. Это очень любопытная история взаимоотношения религии и царства. По-моему не в этом цикле лекций. Но он пытается захватить именно частное Бамот. И там упоминается как то, что это у всех было. Вот я просто прошу очень тщательно за этим слить за тем, что я говорю. Потому что желание принести жертву это было естественно очевидно. У нас другое восприятие мира. Нам трудно это понять. Нам трудно пожелать даже жертвоприношения совершить. Мы другие. Я не говорю, что мы правильные. Мы скорее всего неправильные. Правильные были те, те. Чтобы не писал об этом Рамбом. Рамбом, кстати, писал прямо обратно то, что я сейчас говорю. Но Рамбом тоже такой же, как и мы. Он плохо понимает, плохо чувствует, зачем нужны жертвы. Но вот жертвы людям необходимы, и им очевидно, зачем им необходимы. И вот эта история с Бомот доказывает это выше крыши, что реальность сталкивается с теорией, где это не должно быть. И обнаруживаете, что теория просто, и даже формальный закон, просто проигрывает реальность. реальность говорит, что каждый хочет принести жертву. Все хотят. Бороться с этим оказалось невозможно. Вот я считаю необходимым в данном курсе подчеркнуть именно вот эту сторону вопроса. Я старательно иду в эту сторону вопроса. Жертвы необходимы. Риск те жертвы всевышнего, те жертвы местным идолам, это уже становится тяжелым вопросом. эта проблема именно сюда. Вот здесь надо как-то для разграничения с этим бороться. Ну, вот так, да. Ну, как вам? По-моему, отлично. По-моему, нет. Потому что миллион вопросов. Каша в голове полная. Потому что я не понимаю, какие они приносили, набомот они приносили, когда была скидия. Сломил или ола. Сломил или ола. Ола можно было приносить набомот? Если это не предписанная жертва. Если это предписанная жертва в тех случаях, когда вы обязаны принести жертву ола, она не засчитывается. Но любой человек имеет право на доме принести жертву ола. Никто ему не запретит. Хорошо. Собирали деньги, общественные деньги в начале Ниссана. Где их приносили, эти жертвы, когда была скидия? Жертвы, деньги на жертвы в храме приносили только в храме, потому что эти же деньги шли в казну. А когда скидия была? Не собирались? А скидия это началось, храм в шло, это продолжалось, и естественно в Иерусалимском храме это продолжалось. Но это в Иерусалимском храме жертва. Вас поймите, вот вы уверены, что вас утешат, что вы лично не можете принести жертву, например, в праздник жертву шламим. Нет, это не будет жертва хагига, потому что жертву хагига надо приносить в храме. Это не будет жертва хагига, но вы в честь праздника приносите жертву шламим, да, и радуйтесь, и в праздник вы участвуете в жертвоприношении. Вас устроит замена, что в храме там кто-то принес праздничную жертву на деньги, которые вы туда пожертвовали, причем, ну, копеечку по сравнению со стоимостью жертвы, что там на одну копеечку ваше участие. Это же была обязанность. Обязанность, жертвы были обязательны, так ведь? Да. Да. Но жертвы, которые приносились на эти деньги, я не буду сейчас, я могу вам прочесть лекцию о расходовании средств этих, на что тратят эти шекели, но это жертвы от имени народа, которые приносятся. Не от моего имени. От моего имени я там как народ участвую в этих жертвах. Жертвы томит, жертвы мусав, в карбонот цибур, то, что называется. Я участвую там деньгами. Но когда я хочу за себя принести, за своих детей, за своих, ну, и так далее, вы хотите, я обязан туда прийти. Элочка выпала. У меня маленький вопрос, даже не вопрос, а некоторое, ну, как бы, я не знаю, примечание. Вот Раф Шерки говорит на эту тему, если я правильно цитирую, о том, что когда были в пустыне, ну, то, что ты говорил, жертвы можно было приносить только рядом с мешканом, нельзя было приносить и где-то встать. Окей, это как бы понятно. Вот он интересна такую вещь говорит, что сразу после вот этого запрета, а именно приносить в любом месте, кроме храма, говорится, что любой, кто зарежет вне храма, у него он насколько я помню, он как будто в рецах. коррект. Коррект, да, и от этого он говорит, что вообще из этого можно сделать вывод, что отношение к зарезанию животных, вот часто вопрос, который я хотел задать, да, это все было как бы прямо, видимо, в пустыне был другой, то есть могли резать только в определенном месте, а когда пришли в землю Израиля, в землю Израиля, то то, что ты говоришь, что ава, то есть это значит, что было некоторое послабление, аграрин, вы можете есть мясо, мясо, где хотите. Да, но он не прав. То, что говорится в пустыне, слушайте, у меня вечная проблема, потому что я всегда считаю, что то, что понятно мне, понятно всем, и, наверное, плохо объясняю. Ситуация выглядит так. Вот отношение к резке животных. Можем ли мы резать животное, чтобы его просто съесть? Насколько это морально или аморально? Насколько я подозреваю, чует мое сердце, что Раф Шерке пытается сказать, что ежели вы не оформляете это как жертву, то это аморально. Ну, я тоже, мне тоже выгодно, что это в одном направлении. По крайней мере, в твоем изложении, я не знаю, что говорит Раф Шерке. Ну да, окей. Я знаю, твое изложение, Раф Шерке. Да. Но ведь там сказано другое. Вот я понимаю, я понимаю, и это мнение Рамбана, Нахманида, то, что я сейчас говорю, что в пустыне действует запрет Басар-Та-Ва. Пустынь. Те животные, которые можно принести в жертву шламин, а в жертву шламин можно принести не любое животное, по крайней мере, на большом жертвеннике. Давайте я оговорюсь. По крайней мере, на большом жертвеннике. Его надо оформлять в виде жертвоприношения. Обязательно. Вот в пустыне это правило действует. Вообще, в пустыне действует правило экономии животных. Обратите внимание на то, что, скажем, идет большую спору, вообще приносили жертвы в пустыне. В любом случае, жертвы Порошат Эмор в книге по экрану не приносили в пустыне, это по мнению всех. По большинству мнений, жертвы которых поражат Пенхас в книге Бамикбар, пустыне приносили. Теперь, то, что говорится в книге Ваикра, которая запрещает просто так есть мясо домашних животных, обязанное, обязывает оформить жертву, действует ровно до появления в Кагале. Значит, есть раскопки, которые Рафио Эльбинун очень много пишут по этому поводу, у него серия целой статьи, где это большой жертвенник, который построен на горе Эйвен. Да. Да-да. Большой жертвенник. Так вот, там найдены кости яхмора в больших количествах. яхмор это оленек, но это зоологическое название, это не маленькие оленя, это зоологическое название русское этого животного. Значит, он не домашний, никогда домашним не был, это не домашнее животное, поэтому в храме его приносить жертву нельзя, это общее правило. Даже кошерное животное, например, лося поймал, в храм-то его приволочить не можешь, но можешь съесть, можно ли на малом жертвеннике приносить таких животных, это вопрос, я думаю, что раскопки вот эти показывают, что на малом жертвеннике и таких животных можно было приносить жертву. В пустыне мы видим одну простую вещь. В книге дворин, там, где сказано отмена запрета басар-та-ава, то есть разрешение есть басар-та-ава, не оформляет в виде жертву, сказано как как цвика коляль, я не помню, как газель как олень, да, что вы можете его есть как недомашнее животное, то есть получается, что в пустыне можно было есть, вот это просто михлань, рассуждение михлань, от того, что вы говорите, что вам теперь можно есть домашних животных по желанию, пожалуйста, так же, как, ясно, что выясняется, что оленя, да, мурань, можно было есть в пустыне, не оформляя в жертву, понятно, да, то есть рассуждение, что здесь есть какие-то моральные проблемы, я не вижу возможности здесь, то есть окей, но это новое, да, я не вижу, так как в пустыне действует разрешение есть этих животных, то есть пойти на охоту, поймать цви, а дело в том, что парабиакива в пустыне можно не обязательно было делать чхиту, в пустыне не обязательно было делать чхиту, то есть можно пойти на охоту и из лука пристрелить лань и сожрать ее, но разве что кровь надо присыпать, чтобы демонстративно показать, что ты ничего не жертвуешь демонам, окей, звучит заманчиво вот так, окей, ну хорошо, я так понимаю, что урок уже затянулся, да, правильно, мы должны кончать, ты правильно говоришь, у мера есть жизнь, но не в этом, надо еще один урок сделать, просто пусть отвечает на вопросы, хорошо, давайте я в следующий раз попробую немножко попроще это рассказать, может быть, слишком, чтобы я отвечал на вопросы последовательно, чтобы было понятно, хорошо, мера будет отвечать на вопросы, тема и сурбомод, я много раз сталкивался, люди просто ее не знают, как выяснилось, ее просто, большинство народу ее почему-то не, ну не почему-то, негде, в Порошаду говорили, чтобы его негде ее изучать, конечно, поэтому обычно отдельно законы сурбомод, но я подчеркиваю, народ был против этой заповеди, вот что вы должны сделать, когда народ против этой заповеди? Что значит он против заповедей? Он против заповедей, он не против приносить жертвы, но по протоколу, который был сказан Машена-Синаи, они его толком не понимали. Нет, они по протоколу приносили, по протоколу Трактатос Вахим, последняя мишта Трактатос Вахим, которая спокойно, совершенно описывает, что можно, когда приносит. Значит, крапление, значит, в чем разница между частным жертвенником и общественным жертвенником? Обратите внимание, есть общественные возвышения, бома, типа та, которая была в Нове, которая была в Гевоне, которая была в Кильгале, значит, трампам-пам, на частном возрасте не нужно священство, коруна, это уже облегчение, да, не нежен коэн, не нужна одежда священника, это законы Тора, то, что я сейчас предлагаю, это законы Тора, это законы, на что они жили? Лилочка, мы должны заканчивать, я дико извиняюсь. Все, на следующий раз я попробую подруга все это рассказать более коротко и более понятно, я понял, что непонятно получилось. спасибо, но вопросов действительно много, спасибо. Вопросов много, давайте в следующий раз подготовьте вопросы, я попробую ответить, я вижу, что тема оказалась, так как я пытался подкратиться к теме, зачем нужно приносить жертвы, и вначале показать, что в том поколении, о котором идет речь, в том поколении, это... Мы прониклись, мы этим прониклись. 900 лет людям этот вопрос был дик, зачем нужно приносить жертвы, у них был вопрос, как это можно не приносить жертвы, это у них был бы вопрос, они просто, мы бы не смогли в этом... Мы прониклись этим, ну все это так и понимаем. Я вот к этому вел все занятие, только ради этого вел. Окей. Хорошо, Мель, спасибо огромное. Ладно. Счастливо, пока, готовьте вопросы. Спасибо. Саша. Это вы поняли. Пока.